Сложная контрольная или неудачная шутка? Сегодня в 9 часов утра в полицию поступило сообщение о заминировании Тольяттинского лицея номер 60. На место сразу прибыли все экстренные службы, территорию оцепили, здание эвакуировали 680 человек. Однако проверка показала, тревога ложная. Взрывчатых веществ не обнаружено. Уже в 10.30 учебное заведение приступило к работе в штатном режиме. Сейчас силовики проводят проверку и ищут шутника. 103 преступления за сутки, 54 раскрыты по горячим следам, в их частях кражи и мошенничества, так и разбои. Накануне в час ночи двое неизвестных у дома на улице промышленности, причинив побои безбольной битой, отняли у 56-летнего жителя Самары сотовый телефон и 9 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию и рассказал подробности произошедшего. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Несколько часов потребовалось оперативникам, чтобы установить личности злоумышленников. Как выяснилось, подозреваемым по 26 лет, один из них уже ранее судим за кражу, разбой и грабеж. Четыре пожара за сутки, из них в жилом секторе 3. Самое крупное ЧП произошло в Самаре. Вызов в 10 часов 46 минут поступил с советского района. На месте вызова горели домашние вещи в квартире жилого дома на общей площади 5 квадратных метров. К месту пожара прибыли 16 человек личного состава, 6 единиц основной и специальной пожарной техники. При проведении работ по ликвидации данного пожара были обнаружены тела двух погибших. Женщины 1985 года рождения и ребенка 2009 года рождения. Практически 20 минут понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы справиться с огнем. На соседние квартиры пламя не перекинулось. Сейчас причины гибели людей, возникновения пожара, ущерб от него устанавливаются. Выйдут не скоро. Суд признал виновными двоих заключенных из правительной колонии номер 10. По версии следствия, уже отбывая наказание, они обманывали людей по мобильному телефону. Представлялись с сотрудниками автомобильных компаний, сообщали ложные сведения о выигрыше приза и способах его получения. Главное условие, естественно, оплата налогов. Доказано 4 подобных эпизода с учетом рецидива. Один из подозреваемых получил 13 лет лишения свободы, второй 20. Наказание предприимчивые мужчины будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.